Добрый день, меня зовут Ксения Шир. Я руководитель одного из новых направлений, направлений 2022 года. Это направление «Реферальная сеть. Биокат. Клинические исследования». Данное направление было разработано с целью дополнительного информирования пациентов и врачей о новых клинических исследованиях, о новых методах инновационной терапии в рамках исследований Российской Федерации, Республики Беларусь и других стран СНГ. Для того, чтобы помогать врачам и пациентам лучше понимать, что такое клиническое исследование, что такое клиническое исследование в рамках компании «Биокат», был разработан новый процесс, образовательный процесс, информационный процесс. И, соответственно, также было разработано отдельное направление. Это информирование врачей, которые не участвуют в клинических исследованиях, но у которых есть пациенты, которые желают принять участие в данных клинических исследованиях. И для того, чтобы врач, не участвующий в клиническом исследовании, и больше мог рассказать потенциальному участнику о его возможностях, был создан новый портал под названием «КТ-Биокат. Клинические исследования». Если вы видите на экране сейчас, у нас появился новый сайт, на который можно попасть с любого ресурса. Также можно попасть с мобильного телефона, с планшета или с персонального компьютера, где вы сможете ознакомиться с исследуемым препаратом-молекулами компании «Биокат» и также с клиническими исследованиями, которые проходят сейчас на платформах Российской Федерации и Республики Беларусь в том числе. Всегда можно отследить статус активный, принимает ли сейчас данное исследование новых потенциальных участников на рассмотрение в скрининг или набор пациентов уже закрыт. И, соответственно, также можно обсудить с потенциальным участником минимальный набор критериев, которые вы также сможете рассмотреть на сайте. Ну а если будут дополнительные вопросы у пациента, его близких, можно также задать вопрос. На сайте вы сможете увидеть в рамках клинического исследования первую кнопку «Остались вопросы». Значит, пациент нажимает, оставляет, соответственно, свои минимальные данные, и ему приходит автоответ. Если пациент не дождался автоответа или у врача остались вопросы, которые нужно решить здесь и сейчас, также существует горячая линия 8800, которая работает, действительно работает. Я отвечаю за качество данной горячей линии. Также можно позвонить, естественно, на горячую линию, либо ваш звонок перемаршрутизирует, либо ответит сразу. Если врач хочет помочь потенциальному участнику маршрутизироваться в данное клиническое исследование, но не знает, где в стране сейчас открыт набор, в каком исследовательском центре, и необходима дополнительная помощь, есть вторая кнопка, которую также используют успешно сейчас врачи и исследовательских центров, и неисследовательских центров, то есть и дерматологи, и врачи из разных регионов, и даже есть заявки, которые поступают из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, нажимают на кнопку «Вы врач», подают заявку, пишут, у нас есть потенциальный участник, мы бы хотели узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами. В течение двух-трех рабочих дней, соответственно, данная заявка обрабатывается, и дальше уже с врачом мы принимаем решение, есть ли возможность куда-то маршрутизировать такого потенциального участника. Бывают ситуации, что есть клинические исследования, в которых пациенты имеют плохое зрение и не могут, к сожалению, прочитать какую-либо информацию, запутались в сайте и так далее. Тогда есть наверху справа просто кнопка «Задать вопрос» или с мобильного телефона сразу же можно будет позвонить и сказать «Вы знаете, я плохо вижу, пожалуйста, помогите». И тогда такого потенциального участника пациента также перемаршрутизируют по его, соответственно, запросу. Но я приехала не одна. Сегодня я с собой пригласила поучаствовать в моей встрече медицинского эксперта в отделе клинических разработок. Федя Крюков, соответственно, сегодня расскажет про новое клиническое исследование, которое сейчас открыто и стартует успешно в Российской Федерации в направлении онкологии. Спасибо. Спасибо. В общих чертах расскажу про клиническое исследование. Вполне возможно, кто-то из вас захочет принять участие в качестве врача-исследователя, либо, возможно, у вас есть пациенты, которым бы вы могли предложить участие. Напрямую это исследование относится к той теме, которая обсуждалась вчера, а именно неодювантной терапии. В данном случае это неодювантная терапия, комбинированная иммунотерапия. Сравнивается она со стандартным подходом одювантной терапии, пембролизумабом. И что отличает ее от остальных программ исследования меланомы, который у нас проводится, это пациенты с резиктабельной меланомой кожи третьей стадии. Буквально несколько слов про дизайн исследования. Я полагаю, что вчера вы достаточно детально разбирали дизайн и результаты исследования Прада. Во многом наш дизайн исследования напоминает исследование Прада, но есть определенные тонкости. Есть отличия. Отличие номер один. Выборка пациентов, которая включается в наши исследования, она значительно шире, чем та выборка, которая была разрешена участвовать в КАИ Прада. То есть это ограничения по количеству клинических лимфоузлов, это ограничения по уровню лактат-дегидрогеназы, это ограничения по стадиям, то есть не было стадии 3D. Это те ограничения, которые были непосредственно именно в исследовании Прада. У нас таких ограничений нет, это все решается исключительно с помощью стратификации. Второй момент, который тоже принципиально отличается от исследования Прада, это то, что пациенты, у которых после неоадювантной терапии был достигнут так называемый большой патоморфологический ответ, напомню, в большой патоморфологический ответ входят две сущности. Первый – это полный патоморфологический ответ, то есть 100% гибель опухолевых клеток. И практически полный патоморфологический ответ допускается до 10% клеток, которые еще опухолевые и еще живые. Так вот, собственно, у этой группы пациентов, это те пациенты, у которых, судя по всему, самая реактивная иммунная система и отвечает значительно лучше. У этих пациентов мы предлагаем отказаться от оперативного вмешательства, именно регионарной лимфоденоктомии, и продолжить терапию в адювантном режиме. Чего мы хотим добиться? То есть, какова вообще цель этого исследования? Цель этого исследования, чтобы, ну, само собой, регистрация препарата, получение регистрационного удостоверения, это все безусловно. Но, тем не менее, мы зачастую думаем о том, а что делать с пациентами, которые не ответили на иммунотерапию? Что делать во второй линии? Что делать, если пациент предлечен? Здесь у нас была задумка такая, чтобы те пациенты, которые действительно отвечают на иммунотерапию, отказаться от оперативного вмешательства, которое зачастую может вызывать инвалидность у пациента, которое зачастую связано с тяжелым послеоперационным периодом. То есть, получается, что здесь в случае успеха у врача будет две опции. То есть, вот опция номер один – это два цикла неодювантной терапии, оценка патоморфологического ответа. Если пациент ответил, то, собственно, одювантная терапия. Пациент недостаточно ответил, регионарная лимфоденоктомия и продолжение одювантом. Если по какой-то причине у врача нет возможности сделать оценку патоморфологического ответа, тогда идёт по схеме неодювант, регионарная лимфодисекция и дальше одювант. То есть, без вот этого дополнительного принятия решения. То есть, таким образом, в случае успеха мы предлагаем своего рода алгоритм принятия решений на основании патоморфологии. Значит, в качестве терапии сравнений будет использоваться стандартный подход, который существует, а именно это регионарная лимфоденоктомия с последующей монотерапией анти-ПД-1 моноклональными антителами в качестве одювантной. Итак, ещё раз, два цикла неодюванта комбинированной, ПД-1 сетели и 4, патоморфология. И дальше уже на основании патоморфологии либо год терапии анти-ПД-1 в одювантном режиме, либо регионарная лимфоденоктомия с последующим одювантной терапией. Значит, основные критерии включения, здесь они представлены. Я просто акцентирую внимание на трёх моментах. Ну, первый момент, это, как я говорил, вы можете рекомендовать участие пациентам, если у них есть резиктабельная 3БЦД стадия меланомы кожи, если у них есть как минимум один клинически определяемый лимфоузел. И прошу учесть, что клинически определяемый лимфоузел должен быть патоморфологически подтверждён. Это подтверждение может быть сделано на скрининге. То есть это не обязательно, что пациент пришёл, уже нужно, чтобы это подтверждение было. Это мы, если что, сделаем на скрининге. То же самое, как патоморфологический ответ, мы сами сделаем у центрального патоморфолога. То есть это уже как бы, что называется, наша головная боль. То же самое, как мы доделаем ПДЛ, если его не было, и БИРАФ тоже доделаем, если его не было. Но суть заключается в том, что резектабельный, минимум один клинический очаг, этот очаг должен быть верифицирован в ходе скрининга, а это как следствие согласия субъекта, как минимум на проведение биопсии. Какие пациенты не могут включаться? Не могут включаться пациенты с всё, кроме меланомы кожи. То есть глаз, слизистые, неизвестный очаг. То есть вот эти вот три категории, они не могут попасть. Если есть отдалённые метастазы, потому что если есть отдалённые метастазы, это всё. Это другая схема терапии, это то, что мы исследуем в клиническом исследовании Октава, то, что мы исследовали в клиническом исследовании Миракулем. Если вы видите, у пациента есть отдалённые метастазы, предлагайте ему участвовать в Октаве. Не у мемажор – это для тех, у кого метастазов ещё нет. Значит, ну и, соответственно, если существуют только транзиторные или сателлитные метастазы, и нет подтверждённого вовлечения лимфоузлов. Ну, таким пациентам, в принципе, насколько я знаю, не положено в качестве стандарта начинать с регионарной лимфоденоктомии, поэтому, соответственно, здесь их тоже не будет. Хочу отметить, задавали вопросы врачей, что будет, если, например, пациент вновь диагностированный, у него есть первичный очаг. Таких можно пациентов, первичный очаг будет иссечён, а лимфоколлектор по результатам неодевантной терапии. То есть, первичный очаг убирается в любом случае. То есть, если он есть у пациента, мы не будем его сидеть, ждать, смотреть, как он там, что с ним, куда, он убирается. А вот лимфоколлектор, тут посмотрим, как отреагирует. Ну, в общем-то, у меня, в принципе, по этому исследованию всё. Я буду очень рад, если вы предложите тем пациентам, которые у вас есть, принять участие. Исследование-то уже запущено, уже состоялась установочная сессия независимого комитета по мониторингу данных. Нами были получены ряд, скажем так, рекомендаций со стороны комитета. Само собой, все эти рекомендации учтены, они все будут инкорпорированы в обновлённую версию протокола, они там касаются некоторых технических моментов, то есть, когда лучше сделать, какие промежутки соблюдать. То есть, ну, это, скажем так, изменение такого операционного характера. В целом, как бы, эта схема терапии, ну, в моём представлении, в случае успеха примерно 50% от той популяции, которая есть, то есть это 3B, C и D, резектабельные пациенты смогут вообще обойтись без регионарной лимфодиссекции. Ну, на мой взгляд, это вполне себе неплохой результат. Если у пациенту сохранится качество жизни и работоспособность на лишних, там, 3-4 года. Если у вас есть какие-то вопросы по исследованию, с удовольствием отвечу.